Всем привет, это Автошоп, не скучные автоновости. Сегодня выпуски. Ford готов платить клиентам за то, чтобы они отказались от покупки Bronco. Vrarva Mars – брутальный кроссовер от тюнинг-ателье Cool на базе Toyota RAV4. Выпуск солнцемобиля Lightyear 0 прекращен через 3 месяца после начала. Aptera Launch Edition – похожий на НЛО солнцемобиль показан в серийном виде. Дебютировавший в 2020 году рамный внедорожник Ford Bronco до сих пор является дефицитом. Компания хочет переключить внимание растянувшейся очереди на другие модели. И даже готова заплатить за это 2500 долларов. Заплатим. Клянусь сильным. В течение 3 года заплатим. Премьера возрожденного Ford Bronco состоялась летом 2020 года, в разгар пандемии COVID-19. Спровоцировавший, как известно, разрывы цепочек поставок и глобальный дефицит микрочипов. В производство новой Bronco пошел лишь летом 2021 года. И пока что компания Ford не может дать рынку нужное количество этих внедорожников. Проблема заключается не только в дефиците комплектующих, но и в их слишком большом ассортименте. Для Bronco изначально было предложено много опциональных пакетов и аксессуаров. Это создает дополнительное напряжение на уровне поставщиков и логистики. Кроме того, есть так называемые детские болезни и брак. В отношении Bronco проведены уже 5 отзывных компаний. Низкий сорт. Нечистая работа. Многие клиенты, заказавшие Bronco еще в 2020 году, до сих пор не получили свои машины. И плачутся на интернет-форумах, что не очень хорошо сказывается на репутации синего овала. Все-таки Ford это массовый производитель, а не Ferrari, где очереди обычное дело. А Bronco это нелимитированный суперкар Ford GT ручной сборки. Так что раздражение покупателей вполне уместно. Ситуация усугубляется тем, что весной внедорожник должен выйти на европейский рынок. А там тоже много желающих. В общем, Ford всерьез озаботился очередью за Bronco. И пошел, что называется, на крайние меры. Дилеры Ford получили из штаб-квартиры бюллетень, в котором сказано, что очередники могут отказаться от покупки Bronco в пользу заказа другой модели Ford. И получить за это бонус в размере 2,5 тысяч долларов. Другие модели это кроссоверы Escape, Bronco Sport, Edge и Explorer. Внедорожники Expedition, пикапы Ranger и F-150. За исключением версий Tremor и Raptor. Если вместо Bronco брать машину из стока, то есть уже произведенную, а не оформлять заказ полностью под себя, то 2,5 тысячи долларов бонуса можно потратить также на спорткар Mustang и пикап Maverick. Наконец, есть возможность получить 2,5 косаря за изменение конфигурации уже заказанного Bronco, отказавшись от дефицитных пакетов, опций и цветов. Раздача бонусов будет длиться до апреля. Одним из участников завершившегося автосалона в Токио было авангардное тюнинг-ателье Cool, чей кроссовер Vrarva Mars выиграл гран-при международного конкурса кастомных автомобилей в категории SUV. Поздравляю вас. Да, спасибо. Кроссовер Toyota RAV4 не первый раз становится жертвой удивительных конверсий от японских тюнеров. Достаточно вспомнить Бадди от легендарной компании Mitsuoka, выполненной в стиле американских внедорожников 80-х годов прошлого века. Бадди оказался настолько успешным, что Mitsuoka была вынуждена организовать дополнительную сборку этих кроссоверов. Вы делаете поразительные успехи. Ждет ли аналогичный успех Vrarva Mars от Cool покажет время. Но стартовые позиции у него очень хорошие. Машина вызвала живейший интерес у посетителей токийского автосалона. Я лучше посмотрю на вашу машину. Она мне очень понравилась. Я очень рад. Вы первый, кто увидел. Вы, так сказать, первый свидетель. Никогда еще свидетелем не приходилось быть. Vrarva – это целый новый бренд, под которым многоопытная компания Cool будет выпускать широкий ассортимент аксессуаров для автомобилей и даже верхнюю одежду. В свою очередь, Mars – это, по сути, развитый бодики для стандартного RAV4. Он состоит из 12 деталей, выполненных из композитного материала. По стилю Vrarva Mars напоминает свежий американский внедорожник Rezvani Vengeance на базе Cadillac Escalade. Однако японская модель имеет куда меньше масштаб переделок. От донорского кроссовера остаются стойки кузова и оптика, но бамперы, капот, боковины, багажная дверь и даже корпуса зеркал получают новую огранку и буквально обрастают мускулами. Крылья становятся шире на 9 мм с каждой стороны. Вдобавок на 5 мм увеличен дорожный просвет и установлены высокопрофильные шины на эффектных 17-дюймовых колесных дисках. Логотипы и шильдики Toyota удалены, так что лишь искушенный автолюбитель признает в этом монстре RAV4. В салоне значительных изменений нет, только новые коврики, чехлы и другие мелкие обновки. Для превращения в VARVA Mars сгодится любая модификация RAV4, в том числе переднеприводная. Можно заказать обвес для уже имеющейся машины, либо в VARVA Mars целиком. То есть ателье само купит RAV4 и сделает конверсию под ключ. 30 ноября нидерландский стартап Lightyear торжественно сообщил, что запустил в производство первый в мире серийный солнцемобиль. А теперь объявил, что приостанавливает сборку из-за финансовых сложностей и смены приоритетов. Это, ну, мог ты вообразить себе что-нибудь подобное? Нет, серьезно, серьезно говоря. За стартапом Lightyear стоит холдинг Atlas Technologies. На разработку первой модели солнцемобиля Lightyear 0 он потратил 6 лет. Прототип был представлен летом 2019 года. Серийная версия – летом 2022. Солнцемобиль – это электромобиль, заряжать батарею которого можно от солнечного света. В горизонтальной поверхности кузова лифтбека Lightyear 0 встроены солнечные панели общей площадью 5 квадратных метров. При хорошем солнечном освещении они дают до 70 километров или 44 миль дополнительного пробега в сутки. В пасмурную погоду около 35 километров или 22 мили. В год солнечный запас хода Lightyear 0 может достигать 11 тысяч километров или 6835 миль. А пауза между подключениями к розетке может длиться до 7 месяцев. Это действительно новое слово в науке и технике. Чтобы окупить разработку Lightyear 0, стартапу пришлось назначить за него очень высокую цену – 250 тысяч евро. Это уровень базовых суперкаров. Сборку Lightyear 0 наладили на контрактной основе на финском заводе Valmet Atomotive. Было заявлено, что тираж первой модели составит 946 экземпляров. В пресс-релизе от 30 ноября сообщалось, что на первых порах Valmet будет изготавливать всего один автомобиль в неделю. А в первом квартале 2023 года темпы производства начнут расти. На деле вместо роста темпов производства случилась остановка. Причем, судя по всему, в одностороннем порядке. Стартапу просто нечем платить по контракту. Одних убытков сколько нечем? Туды я вов качель. Качель? Качель. Ага. Дочерняя компания Atlas Technologies, отвечающая за операционную деятельность стартапа, подала заявление в суд об отсрочке платежей. Ситуация близка к банкротству. Но даже если оно и случится, то затронет только дочернюю компанию, а не холдинг целиком. Руководство стартапа термином банкротства не оперирует, а называет сложившуюся ситуацию стратегической реструктуризацией. Компания бросает все средства и ресурсы на разработку второй модели, Lightyear 2, тизеры которой были опубликованы в начале января. Тогда же начался прием предварительных заявок. Lightyear 2 идейно повторяет Lightyear 0, но второй солнцемобиль будет компактнее, проще и дешевле. В производство Lightyear 2 планируется запустить в конце 2025 года, где именно пока неизвестно. Начальная цена составит менее 40 тысяч евро. Плановый объем выпуска 100 тысяч машин в год. Полноценная презентация дизайна и технической начинки Lightyear 2 намечена на лето этого года, а заявок уже собрано около 60 тысяч. О потенциальном возобновлении выпуска Lightyear 0 ничего не говорится. Видимо, на первую модель компания махнула рукой, а ее реальный тираж вряд ли превысил два десятка экземпляров. Наплевать и забыть. Прямых конкурентов у Lightyear немного. Это загибающийся немецкий стартап Sonno Motors, судьба которого решится в ближайшее время, и американская Aptera Motors. Американская компания Aptera Motors планирует запустить в производство свой трехколесный солнцемобиль в конце текущего года. Первые экземпляры будут иметь фиксированную комплектацию Lunch Edition с запасом хода на одной зарядке в 643 километра или 400 миль. А встроенные в кузов солнечные панели будут давать дополнительно до 64 километров или 40 миль пробега в сутки. Рассказывайте. Объясните нам все. Компания Aptera Motors со штаб-квартирой в солнечном Сан-Диего, штат Калифорния, основали предприниматели Крис Энтони, Стив Фамбро и Майкл Джонсон. Причем для Энтони и Фамбро это уже второй стартап с именем Aptera. Первый оказался неудачным и прогорел, но идея инновационного трехколесного электромобиля выжила и дополнилась солнечными панелями. Как обычно у меня родилась выдающаяся идея. Ты гений, я знаю. Теперь Aptera это солнцемобиль. Его первый прототип компания показала в 19-м году. В 20-м начала прием заказов. Дата начала производства солнцемобиля Aptera несколько раз менялась. Сейчас компания находится на финальной стадии его разработки. Производство должно начаться в конце этого года на собственной фабрике в Сан-Диего при условии получения не менее 50 миллионов долларов дополнительных инвестиций. Представленная версия Lunch Edition пойдет в производство первой. Ее тираж составит около 5000 экземпляров. Далее будут предложены несколько модификаций. В перспективе компания хочет выпускать по 20 тысяч солнцемобилей в год на 8 сборочных фабриках по всему миру. На данный момент на Aptera собрано более 40 тысяч заказов. А они продаются? Какая цена? Солнцемобиль Aptera будет стоить от 26 до 46 тысяч долларов в зависимости от модификации. В планах значатся передние и полноприводные версии. И четыре варианта батареи на 250, 400, 600 и 1000 миль пробега на одной зарядке. Общая площадь вживленных в кузов солнечных панелей 3 квадратных метра. При хорошем солнечном освещении они дают до 40 миль дополнительного пробега в сутки, что в теории позволяет вообще не подключать солнцемобиль к розетке. Тем не менее, Aptera Motors снабдила свою машину функцией быстрой зарядки и хочет использовать сеть зарядных терминалов Tesla. Соответствующее соглашение будет скоро подписано. Ну какие подписи? Ну чего вы цепляетесь? И без подписей все ясно. Aptera будет сертифицирован как мототехника с автомобильными органами управления. При этом компания обещает достаточно прочный кузов, способный обеспечить высокий уровень пассивной безопасности. Кузов изготовлен из нескольких крупных формованных композитных сэндвич-панелей, усиленных карбон кивларом. Вместо краски будут предлагаться несколько вариантов цветной пленки. Силовая установка Aptera Lunch Edition состоит из трех мотор-колес. До 60 миль в час солнцемобиль может разогнаться за 4 секунды. Максимальная скорость 101 миль в час. Ну что ж, неплохо, неплохо. Салон рассчитан строго на двоих. Объем багажника 920 литров. Его большую погрузочную площадь можно использовать как основание для палатки. Есть все необходимые крепления. Вместо руля установлен усеченный штурвал без верхней части обода. На передней панели есть мультимедийные и приборные экраны. В оснащение входят две фронтальные подушки безопасности, климат-контроль, аудиосистема с четырьмя громкоговорителями сабвуфером, два USB-порта, две камеры заднего вида и два парковочных сонара. Субтитры сделал DimaTorzok